Проблемы задолженности муниципалитетов за потребленный природный газ и электроэнергию обсудили на видеоконференцию с главами администрации. В повестке дня были и другие вопросы. С начала топительного периода задолженность только за газ увеличилась на 29%. Около 50% или более 407 миллионов рублей в общей сумме задолженности приходится на коммунальные технологии, платежная дисциплина, которого значительно ухудшилось за последние два года и рост к уровню прошлого года составил 2,7 раза. Задолженность бюджетных учреждений составила 12,4 миллионов рублей. Несмотря на постоянный контроль со стороны органов власти и республики за решением вопроса погашения администрациями муниципальных образований задолженности за природный газ, уровень расчетов, к сожалению, остается низким. Более 10 раз этот вопрос обсуждался на различного рода совещаниях. Были составлены графики выплат. Но только пять муниципалитетов согласовали план погашения задолженности. Значительная сумма просроченной задолженности сохраняется за администрациями и теплооснажающими организациями. Это Вурнавского района сумма просроченной задолженности 6,8 миллионов рублей. Следующий слайд, пожалуйста, покажите. И Брестинского района 9,9 миллионов рублей. Козловского района более 21 миллионов рублей. Марпасадский район 20 миллионов рублей. Цивильский район 5,6 миллионов рублей. Город АллатРь более 90 миллионов рублей. Город Канаш более 71 миллионов рублей. И город Чебоксары задолженность коммунальной технологии, как я уже говорил, более 407 миллионов рублей. Не снимая с себя ответственности за сложившуюся ситуацию, глава ведомства все же напомнил, что графики погашения долгов разрабатывают муниципалитеты совместно с теплоснабжающими организациями. Они же и должны направить их для согласования в Газпромежрегионгаз Чебоксары. Министр экономического развития доложил о работе многофункциональных центров. На сегодня в республике функционирует 28 МФЦ, где работает 191 окно. Еще 218 открыты в модельных библиотеках. Серьезной проблемой остается кадровое обеспечение МФЦ. Специалистов явно не хватает. Участники совещания обсудили тему неформальной занятости населения. Более 162 тысяч жителей республики трудоспособного возраста работают по серым схемам. От них не поступают отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования. Республиканский бюджет недополучает примерно полтора миллиарда рублей в год. Татьяна Молокова, Республика.